Джейсон Стэдхэм – звезда голливудских боевиков, которого нередко называют новым Брюсом Уиллисом. Трамплином к славе для актера стало сотрудничество с режиссером Гаем Ричи, который сделал его главным героем многих своих фильмов, таких как «Карты. Деньги. Два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». Джейсон в юности отдавал предпочтения водным видам спорта, в частности прыжкам в воду, хотя увлекался кикбоксингом и джиу-джитсом. В качестве спортсмена звезд он с неба не хватал, поскольку начал заниматься слишком поздно по меркам большого спорта. Триумфом Джейсона, который редко поднимался на соревнованиях выше второй десятки, было восьмое место на играх «Содружество», которые проводились в Новой Зеландии в 1990 году. Также Стэдхэм вспоминал, что в молодости ему приходилось зарабатывать на жизни самым честным способом. Свои первые деньги парень получил барыжа на улицах под дельными украшениями и парфумом. Атлетичная фигура и лицо Джейсона Стэдхэма, тогда еще не полностью облысевшего, обратили на себя внимание. Так Стэдхэм стал моделью для каталогов одежды, фотографируясь в одежде от Tommy Hilfiger, Levi's и Adidas. Снялся в клипе Erasure – Run to the Sun. В конце 90-х годов глава модного дома Tommy Hilfiger стал продюсером первого полнометражного фильма молодого режиссера Гая Ричи. Помятуя о незаконопослушном прошлом Джейсона, кто-то из сотрудников модного дома, поработавший с Джейсоном, порекомендовал его режиссеру в качестве кандидата на главную роль в картины карты «Деньги. Два ствола». Там Джейсон получил свою первую главную роль. Но титул звезды голливудских блокбастеров Джейсон Стэдхэм завоевал после выхода в свет первой части «Перевозчиком» триллера о водителе, который готов перевести что угодно и куда угодно, не задавая лишних вопросов. Вот такие интересные факты мы собрали для вас про любимого актера Джейсона Стэдхэма. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Всем пока!